Друзья, сегодня мы ведем свой репортаж из подполья, так как вирус атаковал страну, и поэтому, если вы слышите меня, то вы и есть сопротивление. Меня зовут Джон Коннор. Ну, я просто хотел эту фразу сказать всегда. Да, одессарочка, нет. Добрый день все хмелелюбы, ипофилы, стаутаманы и портеролюбы. Сегодня мы рассказываем о интересном пиве, одном пиве из линейки Emotions под названием Desire Goze. Страсть Гозе и почему стиль называется Гозе, почему именно в этом стиле решили сварить, расскажет вам Игорь Самойленко. Данный стиль происходит из такого города, как Лейпциг. Этот стиль отнесен уже к историческим стилям. В чем его недостаток и его преимущество? В том, что в Лейпциге вода достаточно минерализирована, с большим содержанием солей. И это пиво имеет солоноватый профиль. Также в этом пиве должны наблюдаться в профиле цитрусовые тона, может быть какие-то фруктовые тона. И ранее использовались кисломолочные бактерии для сбраживания данного продукта. Но в современном пивоварении уже используют нормальные штаммы дрожжей. Поэтому мы представляем данный продукт в том виде, в котором он есть сейчас. Тараканы в голове аплодируют стоя тебе просто. В аромате ощущается достаточно интересный профиль цитрусовый. Ну, я ощущаю цедру апельсина. Кроме того, пряные тона. Если бы я не знал, что здесь присутствует кориандр, ну, я бы, наверное, даже не угадал, что это. А также в аромате присутствует вот такой вот морской бриз. Такой кайф. Садишь на море, такой бриз. Не-не-не, не так. Легкий, легкий морской бриз. Такое вино. Пахлава, горячий пахлава. Горячий пахлава. В аромате я лично ощущаю, знаете, леденцы. Знаете, вот такие фруктовые леденцы. Причем даже, наверное, леденцы, как я говорю, цитрусовые. Очень вкусно, ароматно. Аромат классный. Вот тут прямо уж. Во вкусе, кстати, одно из нара первых пив из линейки Emotion, в котором нет горечи. Фактически она не ощущается. Она уходит куда-то на второй план. На самом деле выходит очень хорошая такая яркая солодовость. Хлебная такая вот интересная, потому что здесь очень много пшеницы в засыпи. Также цитрусовые тона, опять же апельсиновые. Солоноватый профиль, он очень интересный. Он как бы дополняет все это, и хочется очень много его пить. Это очень легкое пиво и питкое. Но при этом по плотности оно достаточно округлено и такое полнотелое, как для меня. Во вкусе я ощущаю, знаете, вот представьте себе кусок белого хлеба, такого, значит, свежего. И на него намазали апельсиновое повидло. И вот этот аромат смешивается, и он во вкус выходит, знаете, вот. Но очень круто. И соленоватая послевкусие, несмотря на то, что я не любитель этих соленоватых сортов, и как газе, как стиля, но, знаете, довольно-таки хорошо складывается, и очень интересно, и очень питка. Соль во вкусе, знаешь, это как слезы сисадмина, который провтыкал вирус Петя, знаешь, вот такое именно, такие горькие слезы. В послевкусии полностью отсутствует как таковая горечь. Она где-то там появляется, но она больше напоминает пряности, какие-то вот пряные такие оттенки. Опять же, цитрусовые тона очень долго тянутся. И пиво за счет того, что туда добавили соль, то же самое, если вы в эспрессо добавите соль, то вы получите такой тягучий напиток. И, соответственно, кажется, что здесь очень плотное такое сильное тело, то есть пиво тягучее такое, приятное. Ну, послевкусие, да, послевкусие, такая легкая соленоватость, которая остается именно на небе. И вот, знаете, как вот соленая карамель, вот, наверное, вот если провести с ней аналогию, то, наверное, такое же. Сладковато-соленоватое. В общем, как бы для себя, если сложить этот весь профиль пива, то довольно-таки, в принципе, интересный продукт. И для таких жарких дней это просто незаменимый такой хороший крафтовый сорт. Я бы по идее порекомендовал, вот, как одни наши друзья, попробовать какую-то пасту с морепродуктами. Вы знаете, соль в этом пиве, она бы дополнила именно морепродукты. И сливочный соус в пасте бы сыграл какую-то свою такую хорошую оттеняющую такую штуку. Наше мнение вы услышали, осталось только ваше мнение, друзья. Вам надо попробовать. Вот скоро времени появится в сети магазинов морепива. В общем, пейте и наслаждайтесь отличным стилем и пивом Desire Goze. До встречи. Буза. До нового крафта. А, и самое главное, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, делать репосты. И, и все. Стиль Газель, он уже отнесен к историческим. Стиль Газель. Стиль Газель отнесен к историческим, кроме 64 маршрута, который, в принципе, отнесен уже к раритетам, знаешь, такой. Слушай, а кто такие ипофилы? Ипофилы. Ипа. Ипофилы. Там надо говорить айпи и филы. Сейчас, секунду. Круто опять. Кто-то меня хочет. Какая-то цыпочка. Или приватбанк. Цыпочка с приватбанком.